Доброе утро, друзья! Сегодня у меня вторая попытка на то же место, но я уже знаю, где место лучше. Я опять еду на рыбалку, опять на карпа. Сегодня уже немножко позже. Что у нас сегодня? Сегодня 6 октября уже, а время немножко раньше. Сейчас 5 утра. Я встал раньше, сегодня мне собаку не нужно выгуливать. За меня ее выгуливают. И вот я хочу постараться приехать туда раньше, уже к 6 утра. В тот раз я был к 7, уже было светло, я как-то что-то не рассчитал. А в этот раз я еду уже на 6 утра. И надеюсь, что я что-то навлю. Своему другу я пообещал, что я словлю как минимум 2 карпов. Ну, посмотрим. Итак, друзья, я приехал, уже у нас рассвет. Я приехал, еще было темно, я закинул спиннинги. Сегодня прохладнее, чем в тот раз. Сегодня было на градуснике 5 градусов. Я вот в шапочке, в жилеточке. Но очень даже неплохо. Я вот в кресле сижу, и мне не холодно. Вот спиннинги уже заброшены. И уже были даже меленькие-меленькие поклевочки. Ждем своих больших, гигантских карпов. Сегодня у меня в планах как минимум словить 2. Сходил к соседям, а они уже упетляли. Пошел немножко дальше. А те говорят, что у них все круто, все ловится. Смотрю, у них в садке там пару карасиков каких-то, какой-то подлещ. И стоит 0,7 водки уже почти выпитая. Наверное, поэтому у них все хорошо, и все у них отлично. Им вообще на этот улов без разницы. Друзья, я хочу нормальной рыбы половить где-то хорошей. Зовите, советуйте. Зовите, пожалуйста. Ай-яй-яй, только пожаловался. Ну, уже неплохо. А еще я пока здесь сижу, у меня в голову разные мысли приходят. Вот я хочу себе купить Suzuki Jimny старенький. Мне он очень понравился в Греции. И мне нужна, в принципе, машина моя. Потому что Renault, это не моя, это Инна. Я ее беру кататься. Ну, такое, типа. Ну, и на рыбалку ездить куда-то там в лес и все остальное. Брать Renault новые. Ну, не очень хочется. Хочется такую машину для рыбалки выходного дня. Смотрю их по Украине. Они очень дорогие у нас почему-то. Там, типа, 7-8 тысяч и выше. Смотрю литовские, немецкие сайты. Там они, он по 1000 евро. Полторы он максимум. Но я не знаю, как быть с тем, чтобы ее оттуда привезти. Там, растаможить и все остальное. Может, у кого-то из вас есть какой-то опыт в этом. И вы мне подскажете, как быть. Ну, лучше, чем ничего. Красавчик. И это на удочку. Мистер Карас, присаживайтесь на режиссерское кресло. Кто молодец? О, есть какой-то карасик. Ловля караса 88 уровня. За спину. За плавничок. Жизненные органы не пострадали. Я все повышаю свой уровень. Я своей наживкой словил чужую наживку. Ого. Что-то очень-очень большое. Я вас чувствую. Продолжение следует... Я не могу ответить. Сейчас нужно перестать. Я не знаю, что я думал. Мне кажется, что я могу ответить. Что-то влупило такое огромное Прям сработал карповый спиннинг И уже до берега довел В берегу у меня сход Досадно, печально Но что-то было такое Просто что я еле крутил спиннинг Обида Ну что, друзья, подошел к концу Еще один день рыбалки Был очень хороший какой-то сход Я так понимаю, карпа Что-то нереально огромное Я его еле тянул И вот метра три от берега оно сошло В Польше за целый день ничего такого и не было Единственное, чуть-чуть взял карасиков Есть очень даже одни неплохие Десяток вышел Как раз Что-то есть поменьше, что-то побольше Но Впрочем, я не хотел так как бы Наловить прям рыбы Потому что есть-то есть что Хотелось отдохнуть Сегодня был выходной день Мои все позаболевали Кто-то на работах Никто мне не составил компанию, как обычно С рыбалкой Все сказали, будет плохая погода И будет дождь Ни одной капельки дождя не было Было солнышко и было очень круто Друзья, спасибо за просмотр Ставим лайк, если вам понравилось это видео И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok